Привет всем! Только ленивые сейчас не обсуждают главную новость Чехии, это окончание чрезвычайного положения в Чехии. Сегодня также, ребят, будем обсуждать эту новость, что же реально произошло и что будет дальше. Так что усаживаемся, не переключаемся. Итак, в четверг 11 февраля 2021 года, наконец-то, в Чехии закончилось чрезвычайное положение. Я считаю, ребят, конечно, это, наверное, первая часть такого триллера, сериала, экшена, не знаю, потому что, я думаю, будет еще дальше какие-то нововведения, продолжения, вторая часть, как говорится. Но, а сейчас вам расскажу об этой новости более чуть подробно. В четверг Нижняя Палата Парламента Чехии после продолжительных дебатов отказалась продлить чрезвычайное положение. Они реально заседали там целый день. Сначала премьер-министр предлагал сделать чрезвычайное положение на один месяц, 16 марта должно было заканчиваться. Если бы так случилось, то реально чрезвычайное положение в Чехии было бы год, ну, конечно, с какими-то там перерывчиками. Но он просил продлить потом уже после какого-то перерыва ЧП хотя бы на две недели, но ни одна из оппозиционных партий его не поддержала. По словам министра здравоохранения Яна Блатнова, сегодняшнее решение обернется для страны катастрофой. Снятие режима ЧП означает, что вместе с ним перестанут действовать и многие карантинные меры. Если ничего не предпринять, то с понедельника, 15 февраля автоматически смогут открыться магазины, сфера услуг, музеи, галереи, кинотеатры, бассейны и спортзалы. Будут отменены комендантский час с 9 вечера до 5 утра и ограничения на передвижение граждан. То есть можно будет кататься по всей Чехии, куда угодно, без всяких проблем. Блатный уверен, что это неминуемо приведет к переполнению больниц, коллапсу системы здравоохранения и резкому росту смертности от коронавируса. Снятие режима ЧП означает, что правительство больше не сможет централизованно руководить борьбой с эпидемией. Власти каждого отдельного края будут самостоятельно решать о введении тех или иных карантинных мер. Однако это возможно только если они объявят на своей территории режим опасности. На чешском это став небеспечий. Он имеет гораздо меньшую правовую силу, чем режим ЧП и позволяет вводить далеко не все ограничения. В частности, днем министр внутренних дел Ян Гамачек заявил, что регионы не смогут законодательно запретить работать магазинам и сфере услуг, даже если заходят. В то же время, ребята, уже главы Праги, Среднечешского края, в котором мы сейчас живем, находимся, Либерецкого, Пардубийского, Карловарского и Аламовского края, уже выразили готовность с 15 февраля объявить у себя режим опасности, чтобы сохранить необходимые карантинные меры. Так что вот вам реально и вторая серия, второй сезон, можно так сказать, начинается по поводу этого ЧП. Будет ли это сделано и какие именно ограничения останутся, пока не ясно. Ну, мы будем за этим следить, конечно, будем смотреть. В ближайшие дни правительство будет искать выход из сложившейся ситуации, поэтому сейчас невозможно точно сказать, что произойдет 15 февраля. Какие ограничения исчезнут, какие продолжат действовать или же чрезвычайное положение восстановят по просьбе краевых властей. Так что вот такая вот новость. Вроде бы классная новость, но на самом деле ничего не поменялось. Все остается в силе, но в любом случае пока до 14 февраля. Ну, а с 15 февраля посмотрим, как оно будет. Школы, опять же, остаются закрытыми. Маски обязательны. Ходим, работаем, все как положено. В то же время правительство ограничило передвижение в трех районах Чесской Республики. Пока, опять же, на пару дней до конца чрезвычайного положения, до 14 февраля. Это район Хеб, Соколов и Трутнов, где болезнь в последнее время распространяется быстрее всего в стране. Люди, которые там живут, не смогут покинуть район за некоторыми исключениями, другие не смогут приехать к нему. Жители этих трех районов должны носить респиратор. ФФП-2 или, по крайней мере, хирургическую маску во всех общественных местах и в общественном транспорте. Об этом, опять же, сообщил министр здравоохранения Ян Блатный. Мера будет действовать с полуночи пятницы до окончания ЧП. Министр Блатный объяснил ужесточение ограничений на свободное переживание тем, что в данных районах количество инфицированных в 3-4 раза выше, чем в остальной части страны. Больницы загружены и вынуждены перевозить пациента в другие места. Поэтому, чтобы эта болезнь не распространялась, они решили закрыть эти районы. Ну, а там, насколько это продлится продление, никто еще пока не знает. Идем к следующим новостям. Парламент Чехии также одобрил денежный бонус работникам в карантине. Здесь, ребят, внимательно. Это касается тех людей, кто живет здесь, работает в Чехии. И иностранцы, и Чехии, и все подряд. Это тоже было все 11 февраля, четверг. То есть, нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект, призванный мотивировать трудоустроенных жителей сдавать анализы на коронавирус. В случае положительного результата, то есть, если вдруг, не дай бог, кто-то заболел, им будут выплачивать до 370 крон за каждый день вынужденного карантина дополнительно к больничному и другим полагающимся соцвыплатам. Сейчас многие работники отказываются сотрудничать с эпидемиологами, отслеживающими контакты зараженных лиц, опасаясь отправки на карантин и последующего падения доходов. По мнению Министерства труда и социальных дел Чехии, разработавшего законопроект, 370 крон в день могут изменить эту ситуацию. Ну, не знаю, честно, смогут они это изменить или нет, но новость, в принципе, неплохая. Наша цель – вознаградить людей, которые ведут себя ответственно, сказала глава ведомства Яна Малачева. Министр предполагает, что нововведением воспользуются около 50 тысяч сотрудников ежемесячно. Оно распространяется также на людей, работающих по контракту. Размер бонуса будет зависеть от зарплаты конкретного работника. Сейчас за нахождение в вынужденном карантине работодатель выплачивает сотрудникам только 60% от базового оклада. Задача бонуса – поднять этот показатель, но не выше 90%. Его максимальный размер ограничен 370 кронами. Например, человек получает 20 тысяч крон в месяц. 60% от этой суммы в перерасчете на рабочий день будет составлять 550 крон в день. То есть, получает эти деньги. А 90% – 800 крон. Соответственно, бонус не должен быть выше 250 крон за каждый рабочий день карантина. То есть, вот эту разницу они собираются покрывать. И, соответственно, будете получать 800 крон в день. То есть, кто получает зарплату в 20 тысяч. То есть, максимальный размер бонуса смогут получить только сотрудники с грубой зарплатой от 29 тысяч крон. То есть, если у вас зарплата 30 тысяч крон грубого, то у вас максимальный бонус будет составлять 370 крон в день. Ну, идем в следующие новости. Новость о том, что уже компании, фирмы готовы к новым испытаниям. Помимо регулярного и комплексного тестирования с использованием антигенных тестов в школах, также планируется тестирование и в компаниях. Они уже готовы. Ожидается официальная формальность, которая решает, каким образом медицинские страховые компании будут возмещать расходы на массовое тестирование. Инструкцию должен подготовить министр здравоохранения Ян Блатны, который должен сказать, как именно это делать. Данные единических станций показывают, что люди чаще всего заражаются в семьях или на работе. Что логично, учитывая суровые антиэпидемические правила, запущающие практически все остальное. Сейчас Минздрав готовит инструкцию, как включить комплексное тестирование в компаниях. То есть, другими словами, будет проводиться антигенные тесты. Хотят это вести сейчас в школах, как это сделала уже Австрия и начинает делать это Германия. В Чехии тоже хочет взять такой же пример для своих школ, для своего образования. Плюс же ко всему хотят еще тестировать работников. Друзья, ну и следующая новость по поводу границ. Скажу сразу, чтобы не было у вас вопросов. Окончание ЧП не означает открытие границ. Безвиз, опять же, сокрыт. Рабочие визы открыты. Рабочие карты делаются. По всем этим документам можете ехать спокойно, без всяких проблем. Правила въезда есть на сайтах Министерства иностранных дел Чехии, Министерства внутренних дел Чехии. Там заходим, все смотрим, изучаем. Но я вам хочу рассказать о такой новости, которая опять же случилась в четверг, 11 февраля. На польской границе задержали около сотни украинских и молдавских ребят с фальшивыми документами. Да, такая вот ситуация случилась не очень приятная. Более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше было в течение нескольких дней задержаны на пограничном переходе в Медыке. Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовой и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов. Это то, что вот вам сейчас говорится. Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и места трудоустройства в Польше. Поскольку целью их приезда была работа в Польше, они также показали заявление о поручении труда. Проверка их показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать в обслуживающем персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны ЕС. Ребята добровольно согласились на наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанных в течение последних лет. Такая вот, друзья, новость не совсем хорошая. Я понимаю, что все ищут более дешевый способ пересечения границ, но вот такие вот поддельные документы без визы, это, ребят, не вариант вообще абсолютно, тем более через Польшу и так дальше. Я знаю, что каждый день идут, пересекают и пограничники тоже берут эти взятки, все это есть. Но опять же, есть легальный въезд, пользуйтесь реально легальными этими документами. Понимаю, что они стоят дорого по сравнению с без визом, но лучше так, чем получать вот эти штрафы, получать еще лишение свободы за поддельные документы. Это, конечно, дело каждого, но я не за такой способ и никому не рекомендую так делать. Друзья, ну вот такие вот новости. Хорошие, плохие, не знаю. Если вам понравился данный выпуск, поддерживаем данное видео своими лайками, делимся, конечно же, своими комментариями, своим мнением под видео, пообщаемся уже дальше там. Делимся также этим видео, кто еще не успел подписаться, подписываемся, ставьте уведомления, чтобы не пропускать наши выпуски. Ну а мы уже увидимся в следующих выпусках. Так что до новых встреч, всем здоровья, любви и мира. Удачи, ваш Мороз Лайф. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok